Сегодня я хочу рассказать вам о самых лучших, на мой взгляд, рок-гитаристах. Сразу говорю, что это мое личное субъективное мнение. Но оно основывается на признанных списках и, конечно же, на моем личном опыте. Привет, друзья! С вами Александр Дегтярев, а это ТОП-10 лучших рок-гитаристов. А прежде чем перейти к самому топу, хочу познакомить вас с одним очень годным преподавателем по игре на гитаре. Всем доброго времени суток, меня зовут Роман. Музыкой я занимаюсь больше 10 лет, из них 4 непосредственно преподаю. Если вы хотите приблизиться к музыкантам из нашего ТОПа, да и просто научиться играть на гитаре, рекомендую вам как преподавателя Романа Феклушкина. Качественные уроки за доступные цены, ответы на любые практические и теоретические вопросы, стоящие перед молодым исполнителем. Записывайтесь к Роману по ссылке в описании. Не буду долго тянуть и сразу перейду к списку. Итак, на 10 месте Тони Айоми. Тони Айоми родился 19 февраля 1948 года в Бирмингеме. Это британский гитарист, автор песен и продюсер. Наиболее известен как основатель, композитор и бессменный участник группы Black Sabbath. Вместе с остальными членами группы Тони оказал огромное влияние на тяжелый рок и металл как стиля в целом. На 9 месте Слэш. Сол Хадсон, более известный по сценическому псевдониму как Слэш, родился 23 июля 1965 года. Наш британский и американский гитарист наиболее известен как соло-гитарист американской хард-рок группы Guns N' Roses, с которой он добился всемирного успеха в конце 80-х, начале 90-х. Слэш известен превосходной игрой на гитаре, отличными сольными песнями и, конечно же, своей знаменитой шляпой. Восьмое место занимает Ангус Янг. Ангус Янг родился 31 марта 1955 года в Шотландии. Он бессменный соло-гитарист и автор песен австралийской рок-группы ACDC. Янг известен своим мастерством игры на гитаре, дикой энергией на сцене и школьной униформой. Жаль, что его старший брат Малькольм недавно умер земляем и пухом. На седьмом месте Ричи Блэкмор. Ричард Блэкмор родился 14 апреля 1945 года в Англии. Блэкмор – британский гитарист и автор песен. Ричи был одним из основателей хард-рок-группы Deep Purple. После ухода из нее в 1975 году основал группу Rainbow, также игравшую хард-рок. С 1997 года Блэкмор играет в фолк-рок-проекте Blackmore Night, который он сформировал со своей женой Кэндис Найт. Блэкмор считается одним из значительных и влиятельных гитаристов 20 века. И он включен во многие списки лучших гитаристов всех времен. Шестое место занимает Дэвид Гилмор. Дэвид Гилмор родился 6 марта 1946 года в Великобритании. Дэвид – британский композитор, гитарист, вокалист и один из лидеров группы Pink Floyd. Помимо работы в составе группы, Гилмор выступал в качестве рекорд-продюсера различных артистов и сделал успешную сольную карьеру. В 2003 году он был произведен в чин командора Ордена Британской Империи за служение музыки и благотворительность, а также награжден премией «Выдающийся вклад» на церемонии Q-Evarts 2008 года. В 2011 году Гилмор занял 14 место в рейтинге журнала Rolling Stone – 100 самых лучших гитаристов всех времен. А в 2009 году британский журнал Classic Rock включил Гилмора в список лучших гитаристов мира. На пятом месте Эдди Ван Халлен. Ван Халлен родился 26 января 1955 года и является американским гитаристом-виртуозом голландского происхождения. Автор песен, конструктор гитар и усилительной аппаратуры. А также он основатель одноименной хард-рок группы Ван Халлен. Четвертое место занимает Кит Ричардс. Британский гитарист и автор песен группы Rolling Stones Кит Ричардс родился 18 декабря 1943 года. Авторитетный американский журнал Rolling Stone поставил его на четвертое место в список 100 величайших гитаристов всех времен. Это выдающийся музыкант, который оказал влияние не только на музыку, но и отчасти на кинематограф. Дело в том, что при исполнении роли капитана Джека Воробья Джонни Депп старался подражать походке и манере разговора Кита Ричардса, который является одним из его любимых музыкантов. В трех фильмах серии «Пираты Карибского моря» по просьбе Деппа музыкант сыграл отца Джека Воробья, капитана Тига. Зная, что вам не терпится узнать тройку лучших, но перед этим посоветую вам очень классного обзорщика новинок рок и метал направления. Уверен, что многие из вас уже знают канал «Ушки в огне» и с удовольствием его смотрят. А если нет, то переходите по ссылке в описании. Чувак, в отличие от меня, хорошо знает структуру песен и весьма конструктивно делает обзоры. Да и с английским у него все в порядке, так что зацените моего братюню. А третье место занимает Даймбэк Даррелл. Даймбэк Даррелл родился 20 августа 1966 и был убит на собственном концерте сумасшедшим фанатом 8 декабря 2004 года. Даррелл является американским музыкантом, гитаристом-виртуозом, вокалистом и одним из основателей метал-группы Pantera и Damage Plant. Многими считается одним из лучших метал-гитаристов всех времен, а его некоторые соло входят в топ-100 лучших соло за всю историю. Второе место достается Джимми Пейджу. Джимми Пейдж родился в Лондоне 9 января 1944 года. Этот британский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и гитарист-виртуоз известен своим участием в культовой группе Led Zeppelin. И до самого конца оставался музыкальным мозгом группы. Его музыку слышал каждый из вас. Это величайший гитарист всех времен. Думаю, для вас уже не секрет, кто занимает первое место. Конечно же, это величайший Джимми Хендрикс. Извините, но интриги здесь не было. Джимми Хендрикс родился 27 ноября 1942 года в Штатах и скончался 18 сентября 1970 года в Англии. И за свою недолгую жизнь этот американский гитарист-виртуоз, певец и композитор стал настоящей легендой. В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. Он открыл в электрогитаре бесконечный источник возможностей нового звучания. Говоря о новшествах Хендрикса, критики подчеркивают, что он расширил диапазон и словарь электрогитары и изменил лицо рок-музыки. Хендрикса еще при жизни называли гением и феноменом. Вот такой топ у меня вышел. Ставьте лайк этому видео, если согласны с моим списком. Ну а если нет, то пишите в комментариях имена более крутых гитаристов. С вами был Александр Дегтярев. Слушайте только хорошую музыку, а я вам в этом помогу. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!